Наша секция посвященная клеевым облитерациям варикозных вен. И я хочу представить первый доклад в этой секции. Цианокрилатная клеевая облитерация варикозных вен. Опыт 1001 вмешательства. Докладывает Алими Шеренбек. Пожалуйста. Продолжение следует. Продолжение следует. Хорошо известны клинические исследования, посвященные эффективности и безопасности цианокрилатной облитерации. Они показали высокий процент окклюзии целевых вен, достигающий до 94% в пятилетнем отдаленном периоде. При этом диаметр вен варьировал от 12 до 20 мм. За последние годы также наблюдается великое множество системных обзоров по цианокрилатной облитерации, которые подвергают оценки результаты клеевого облитерации как в сравнении с другими имеющимися эндовенозными вмешательствами, так и с открытыми вмешательствами. В 2020 году по клеевой облитерации был опубликован согласительный документ Австалазийского общества флебологов, а также руководство цианокрилатной облитерации в Великобритании. Оба эти документа находятся в свободном доступе и обобщают мировой опыт и доказательную базу по клеевой облитерации. Последние европейские и американские клинические рекомендации четко определили роль и место клеевой облитерации. Согласно европейским гайдлайнам при выборе нетермического метода предпочтение следует отдавать именно к клеевой облитерации уровень доказательства А-класс рекомендации 2А. Американские гайдлайны для устранения рефлюкса по большой подкожной вене одинаково рекомендуют термические и нетермические методы. Главное значение при этом имеют опыт лечения врача и предпочтение пациентра при выборе из мозаики эндовенозных процедур. Уровень рекомендации 1Б. Целью нашего исследования была оценка исходов лечения варикозной болезни нижних конечностей методом цианокрилатной облитерации в реальной клинической практике на основании опыта 1001 вмешательства. В период с июля по ноябрь 2021 года под нашим наблюдением находился 631 пациент, 876 нижних конечностей и 1001 стволовая вена. У нас средний возраст пациентов составил 57 лет, женщин было 68%, пациентов пожилого и старческого возраста 56%. Средний диаметр большой подкожной вены составил 11 мм, малой и передней добавочной 5,8 мм соответственно. Абсолютное большинство пациентов, фактически 2,3 их соответствовали классам С2 и С3. Вмешательства выполнены согласно стандартному протоколу веносил. Из 1001 вмешательства 74% были в бассейне большой подкожной вены, 21,5% облитерации в бассейнах малой и передней добавочной подкожной вены соответственно. Почти у 50% больных нам и выполнены облитерации нескольких стволовых вен. Одномоментное выполнение облитерации нескольких стволовых вен, при этом чаще бассейн большой подкожной вены, билатерально реже малой подкожной вены. У двух пациентов одномоментно облитерированы 2 большие, 2 малые и 2 передней добавочной подкожной вены. Изолированная цианокалатная облитерация проведена в 76% случаев. И только в 24% больных проведены одномоментно еще и вмешательства на притоках минифлебектомии, либо склеротерапии. Но эти 24% соответствовали начальному периоду освоения методики. В последние два года мы применяем только этапную тактику. Вмешательства на притоках выполняются не ранее, чем через 3 месяца после облитерации ствола. Какие результаты? Анатомический успех достигнет у 100% больных на 3-7 дни после операции, 1-3 месяца после вмешательства. В 9 случаях возникла реканализация большой подкожной вены через 3 месяца. При этом примечательно, что реканализации в бассейнах малой и передней добавочной вены мы не имели. Интероперационная боль по визуально-аналоговой шкале у 93% больных составила менее 3 баллов. Длина культи большой и малой подкожных вен варьировала в пределах от 0,5 до 3,5 сантиметров. Часто окклюзии в нашей выборке за 28 месяцев наблюдение составило 99,1%. Наиболее яркие клинические примеры. Первая пациентка после билатеральной клеевой облитерации большой и передней добавочной подкожной вены до и сразу после операции. У второго пациента выполнена облитерация большой и передней добавочной подкожной вены справа до и через 2 месяца после облитерации изолированная клеева облитерация. Этот слайд иллюстрирует спектр и частоту нежелательных явлений после клеева облитерации. Флебетическая реакция наблюдалась почти в 11% случаев. Это наиболее частое нежелательное явление после клеевой облитерации. Поистине это ее ахиллесова пята. По-разному называется. Цианокрилатный флебит. Флебитоподобная реакция. Флебетическая реакция. Много названий имеет. По сути это иммунная реакция. Гиперчувствительность замедленного типа. Лечится консервативно. Антигистаминные и противовоспалительные препараты. Поверхность тромбофлебит мы наблюдали в 20 случаях. 4,5% больных. Миграция клея и пролоббирование в глубокую вену в 1% пациентов. У 6% пациентов 0,6% больных. Отмечено развитие гранулема инородного тела в точке венозного доступа. И у двух пациентов наблюдался бессимптомный тромбоз уральных вен. Случаев венозных тромбоэмилических осложнений, тромбоза, максимального тромбоза глубоких вен и паристезий нами не отмечено. Беглый взгляд на нежелательное явление. Флебетическая реакция, о которой мы говорили, в 11% случаев. Клея успешно лечится консервативно. Проксимальная миграция клея с пролоббированием в глубокую вену. Также называемый клей-индуцированный тромбоз. Тактика такая же практически, как и при эхитах. По аналогии с термоиндуцированными тромбозами. Как показано, мы такое явление имели у 10 пациентов, что ставило 1%. Гранулемы мягких тканей, возникающие в результате экстравазации клея в точке венозного доступа. Данное осложнение возникло в 6 случаях, которые потребовало хирургического иссечения гранулемы. На основании нашего опыта все нежелательные явления после цианокрылатной клеевой облитерации можно разделить на ранние. Это миграция клея и пролоббирование в глубокую вену и асимптомный тромбоз уральных вен. Отсроченные – это термофлебитическая реакция и поверхностный термофлебит. И отдаленные – это развитие гранулемы мягких тканей в точке венозного доступа. Обращаю внимание, что абсолютное большинство этих нежелательных явлений купируется. Консервативными мерами, за исключением гранулемы, которые требуют хирургического иссечения. Естественно, преимущество клеевой облитерации является возможность устранения рефлюкса на всем протяжении нестоятельной стволовой вены при тотальных рефлюксах, включая дистальные сегменты голени и области лодыжек, та зона, которая недоступна для методов термооблитерации, без риска термического и тумисцентного повреждения кожи и нервов, как при облитерации большой подкожной вены, так и при облитерации малой подкожной вены. Результаты нашего исследования в этом году были опубликованы в журнале «Амбулаторная чирургия». Также недавно вышло наше краткое практическое руководство по клеевой облитерации магистральных подкожных вен. Надеемся и верим, что оно найдет место в умах и сердцах всех, кто неравнодушен к нетермической облитерации. В заключение, уважаемые коллеги, клеевой облитерации является эффективным и безопасным методом облитерации стволовых вен. Абсолютное большинство нежелательных явлений после цинокалатной облитерации купируются консервативными методами. Достоинствами клеевой облитерации являются отсутствие необходимости тумисцентной анестезии, послеоперационной компрессии, быстрая реабилитация, повышенный комфорт и удовлетворенность пациентов. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, что у вас обладает. Спасибо большое. Алими, у меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, 6 гранулем. Все потребовали иссечения? На самом деле все гранулемы, которые осложнились абсцидированием, то есть сам факт гранулемы еще не является показанием к его иссечению, поэтому все гранулемы, которые подверглись абсцидированию, и здесь, конечно, тактика хирургическая, вскрытие и иссечение гранулемы, и дренирование гнойного очага. Спасибо большое. Уважаемые доктора, вопросы есть к нашему докладчику? Спасибо большое. Алими, потрясающий опыт, огромная работа и, конечно, потрясающий результат. Спасибо большое. Спасибо большое. Я хочу представить наш следующий доклад из Крыма. Надвигов Алексея Игоревича у нас подключился онлайн. КЭПС как инструмент объективной оценки цианакрилатного флебита. Алексей Игоревич, пожалуйста. Здравствуйте. Меня слышно? Да, да, все хорошо слышно. Презентацию видно? Не видно презентацию? Да, да, поделитесь, пожалуйста, экраном. Да, все хорошо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Для меня большая часть он присутствует на этом форуме, одним из лучших флебологических форумов во всем мире. Жалко, что в этом году не удалось посетить очно, но такова ситуация, что приходится выступать онлайн. Мой доклад будет посвящен теме цианакрилатной облитерации, а точнее ее осложнению, о котором уже упомянул предыдущий докладчик, как цианакрилатный флебит. Название КЭПС – инструмент объективной оценки цианакрилатного флебита. Итак, вот здесь начинается путаница в терминологиях, да, что такое тромбофлебит, что такое флебитоподобная реакция. Давайте немножко разберемся в этом. Значит, согласно нашим рекомендациям, российским рекомендациям остатцев флебологов России, тромбофлебит поверхностных вен – это патологическое состояние, при котором происходит формирование тромботических масс поверхностных венах с развитием сопутствующей воспалительной реакции кожи и подкожной клетчатки. Соответственно, термин тромбофлебит, он отображает этиопатогенез и является объективным, так скажем. Что касается цианакрилатной облитерации, то в 2018 году впервые появился такой термин, как lebitis-like abnormal reaction – лебитоподобная реакция. Однако этот термин, на наш взгляд, не является, не отображает этиопатогенез, да, он какой-то вокруг и около, но этим термином можно обозначить любые какие-то реакции, связанные с введением препаратов в вену, в том числе, допустим, склерозирующих веществ. Мы предлагаем использовать термин, который отображает этиопатогенез, на наш взгляд, это CAF – цианакрилатный флебит. Значит, мы провели обзор литературы, касающейся цианакрилатной облитерации и частоты возникновения цианакрилатного флебита. Мы выделили 55 источников с указанием на цианакрилатную облитерацию. В ходе фильтрации отобрано 16 полноформатных источников, которые были проанализированы полностью. Общее количество пациентов составило 3 112, количество процедур цианакрилатной облитерации – 2385. Часть исследований были сравнительны с лазерной коагуляцией и радиочастотной облитерацией. Это сводная таблица, где указана страна, откуда исходит работа. Год ее видно, что часть исследований были рандомизированы клиническими исследованиями, но большая часть – одноцентровые, про- и ретроспективные исследования. В 9 работах речь шла о американской методике веносил. Также в 7 работах речь шла о турецких клеях. В 4 из них – это веноблок и в 3 – это вариклоус. Средняя частота флебитов при использовании методики веносил по данным литературы составила 16,3. При веноблок – 5,3, вариклоус – 5,2. Количество зарегистрированных флебитов всего во всех исследованиях варьировалось в очень больших пределах – от 1,7% до 25%. С чем это связано? Это связано с тем, что такое осложнение все по-разному регистрируют и определяют. То есть нет какого-то инструмента объективной оценки этого осложнения. Некоторые исследования совсем меня лично удивили. Например, в данном исследовании количество флебитов после радиочастотной облитерации превышало таковое при цианокрылатной облитерации. И еще одно исследование. Количество флебитов после лазерной коагуляции было больше, чем при цианокрылатной облитерации. И также в этом исследовании варьировал такой показатель как боль в вене флебита как при волка, так и при цианокрылатной облитерации. Итак, какие основные проявления цианокрилонов-любита можно выделить? Это боль в первую очередь, она может быть при пальпации или без пальпации. Это гипермия, которая может быть локальная, может быть распространенная по ходу всей облитерации. Может быть гипертермия, так же как локальная и системная. И отек, вплоть до ограничения повседневной деятельности. До сих пор нет единого понимания, что это такое. Классическое воспаление, реакция гиперчувствительности или комбинация этих реакций. Факторы риска выделены следующие. Это худые пациенты, более молодого возраста, с более поверхностным расположением вен, крупным диаметром и большей протяженностью облитерируемого участка. В лечении также нет единого подхода. Кто-то использует противовоспалительные средства, кто-то антигистаминные, кто-то гормональные средства. Есть ряд исследований, где гормональные средства вводились до процедуры и несколько дней после процедуры цианокрилатной облитерации. Также применялись комбинации этих средств и плюс местное лечение также использовалось. Таким образом, есть определенные сумятицы, что ли так, позвать это, да? То есть нет единого понимания, что такое цианокрилатный флебит, как он возникает, почему он возникает. И для объективизации этого осложнения, для разработки, так сказать, единого понятийного аппарата, мы разработали шкалу цианокрилатного оценки тяжести цианокрилатного флебита. Это название она получила CAPS, Cyan Acrylate Phlebitis Core. На основании того или иного клинического проявления можно методом набора баллов определить степень цианокрилатного оценки тяжести. Например, боль только при пальпации, гиперемии нет, гипертермии нет и так далее. Можно с различными клиническими проявлениями суммировать их. И таким образом мы выделили три степени цианокрилатного оценки тяжести. Это незначительный, умеренный и значительный, в зависимости от количества набранных баллов. Что касается нашей методики ВАКОВ, с которой некоторые знакомы, то применяя вот эту шкалу цианокрилатного оценки тяжести, то у пациентов, в нашем случае цианокрилатный оценки возникал на 3-4 сутки практически у половины пациентов, если используя эту шкалу. То есть боль незначительная, это тоже, на взгляд, проявление цианокрилатного оценки тяжести. Таким образом, более, точнее, почти половина пациентов имели проявление цианокрилатного флебита, но это было низкое по шкале КЭПС 1-2 баллов всего лишь, да, но также были клинически развитые флебиты, вплоть до ограничения повседневной деятельности, несколько пациентов, КЭПС 6+. На 10-е сутки на фоне лечения или просто наблюдения мы видим значительное снижение количества проявлений цианокрилатного флебита и также снижение их по шкале КЭПС. Таким образом, позвольте сделать заключение. Термин пилар, флебитис-like abnormal reaction, не отображает этиопатогенетической связи с цианокрилатной облитерацией. Необходим правильный термин, и, на наш взгляд, цафф, цианокрилатный флебит, это тот термин, которым нужно использовать при данном осложнении. До сих пор неясна природа возникновения цианокрилатного флебита, на наш взгляд, это классическое воспаление. Нет единых подходов к лечению цианокрилатного флебита. Большой разброс данных о частоте возникновения цаффа может быть объяснен отсутствием объективных критериев регистрации данного осложнения. Нами разработан инструмент объективной оценки цианокрилатного флебита шкала КЭПС – Cyanacrylate Flebitis Core. Использование этой шкалы позволяет нам объективизировать цианокрилатный флебит, выбрать адекватную тактику лечения в зависимости от степени тяжести, и также оценить динамику цианокрилатного флебита во времени. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Алексей Игоревич. У меня небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, в зависимости от выраженности вот этого самого флебита, делали ли вы тесты какие-то у ваших пациентов на предмет каких-то повышений, маркеров системного воспаления, особенно в умеренном и в тяжелой форме? Спасибо. Вы знаете, сейчас у нас проводится исследование сравнительно с лазерной коагуляцией, и в том числе мы хотели посмотреть на показатели крови. То есть в обеих группах мы берем общий анализ крови и иммуноглобулин Е до операции и через 7 дней после операции, как при лазерной коагуляции, так и при цианокрилатной облитерации. Пока количество пациентов небольшое, около 13, но я могу сказать вот на эти 13 пациентов, что большой разницы в показателях крови между группами лазерной коагуляции и цианокрилатной облитерации нет. Соответственно, на мой взгляд, можно косвенно пока предположить, что иммунного ответа клей не вызывает, но это пока только предположение. В планах у нас выполнить иммунологические исследования, иммунограммы пациентам, которым выполняется цианокрилатная облитерация. Алексей Игоревич, добрый день. У меня к вам один вопрос. Мы с вами копим определенный материал по использованию отечественного адгезива. Все-таки мы будем профилактически назначать с вами НПВС или нет? Ну, практика приводит к тому, что проще назначить НПВС, чем потом лечить более тяжелую форму цианокрилатного флебита. Спасибо большое, Алексей Игоревич. Удачи вам большое в вашем исследовании. И будем надеяться, что в следующий раз увидим вас очно. Спасибо. Спасибо. Следующий доклад у нас представляет Елена Леонидовна Мурзина. Прошу обратить на него внимание, потому что этот доклад был озвучен в рамках работы Международного флебологического форума в Стамбуле, проходившего в этом году. Призываю ваше внимание. Уважаемые коллеги, позвольте представить вам первые отдаленные результаты нашего исследования по применению цианокрилатной эмболизации вен в России, в нашей клинике. Вообще, что происходит сейчас в России? С 2017 года по 2021 год за 5 лет было выполнено на территории нашей страны порядка 3000 операций клеевой облитерации вен по технологии веносил. И вот за последний год у нас был большой скачок. В России было выполнено более 1000 процедур. Конечно, это не без помощи нашей замечательной СМ-клиники, которая представила первый доклад. Ну, то есть технология развивается, технология получила свое распространение. И уже будем теперь уже смотреть на отдаленные результаты. Что по нашей клинике? За 5 лет мы выполнили клеевую облитерацию вен по технологии веносил в 242 случаях у 173 пациентов. В основном наши пациенты были с клиническим классом С2. В основном это была большая подкожная вена в 78% случаев. И исходная балл ВСС составляла у нас 5,9. В сроке наблюдения от 3 до 5 лет нами осмотрено 40 пациентов, то есть 53 венозных ствола. Технический успех был достигнут во всех 100% случаев выполненной процедуры. Реканализацию мы получили в 13 случаях. Отсутствие рефлюкса на сфенофеморальном соусте, то есть отсутствие тотальной реканализации, мы ее получили только в 3 случаях. Длина культи большой подкожной вены во всех проличных случаях у нас составила 15,2 мм. И в 3 случаях мы увидели полную инволюцию ствола на сроке наблюдения от 3 до 5 лет. Что такое инволюция ствола? Это отсутствие видимого ствола, отсутствие акустической тени, характерной для выполненной данной методики. По целевой окклюзии. В 3 случаях мы получили в раннем периоде тотальную реканализацию, которая успешно была закрыта с помощью радиочастотной облитерации. А вот на сроке наблюдения от 24 до 48 месяцев мы получили несколько реканализаций. Ствола большой подкожной вены сегментарных реканализаций, их было всего 5, и они все были достаточно успешно закрыты с помощью склеротерапии. По редукции притоков. Одномоментное лечение варикозных притоков с выполнением ценно-крылатной эмболизации мы выполняем не больше, чем в 50% случаев. 50% наших пациентов уходят без лечения притоков, и примерно еще половина из них эти притоки в течение 3 месяцев подвергаются спонтанной редукции. И всего лишь половина из них на сроке от 3 до 36 месяцев была выполнена склерооблитерация этих притоков по причине того, что притоки оставались. То есть это был не рецидивный варикоз, а те притоки, которые подверглись редукции, но потом по тем или иным причинам, что называется, раскачались. Здесь на слайде тоже представлен результат. Оценка через месяц после выполненной изолированной ценно-крылатной эмболизации вен с полной редукцией варикозных притоков. По снижению класса СИАП и по снижению ВССС все основные показатели были достигнуты в течение первого года. Последующее снижение показателей не было таким явным. Рецидив варикозных вен мы получили в сроке наблюдения от 2 до 5 лет у 20 пациентов. Из них 14 случаев составила передняя добавочная подкожная вена. При этом длина культи, что мы хотели бы, наверное, увидеть, если бы это была длинная культя, и тогда бы у нас развился рецидив по передней добавочной подкожной вене, а нет. В данном случае, во всех, вернее, случаях, длина культи абсолютно коррелировала с средним показателем длины культи после лечения большой подкожной вены. Неблагоприятные события в отдалённом периоде, такие как флебидоподобная реакция, развились у одного пациента спустя 2 года после выполненной операции. Это, опять же, подчёркивает не тромботический характер этого осложнения, а, скорее всего, иммунную реакцию. Длительность этой реакции составила в течение 5 дней. Реакция была двусторонней. Из-за схода у пациента была выполнена двусторонняя облитерация цела большой подкожной вены и не потребовала дальнейшего лечения и регрессировалась самостоятельно. Вот так могут выглядеть флебидоподобные реакции. На данном слайде одна и та же пациентка. И у этой пациентки развился флебид на и правой, и левой ноге. Степень выраженности этого флебида, как вы видите, достаточно различна. И развился этот флебид через сутки после перенесенной операции. То есть флебидоподобная реакция у нас развивается, можно сказать, от 1-х суток до 2-х лет после перенесенной операции клеевой облитерации вены. Флебид фарикозных притоков чаще всего развивается у нас вследствие распространения клеевой композиции в достаточно крупные притоки. Протекает, но достаточно мягко. В отличие от истинного тромбофлебида притоков, не требует какого-то лечения, но может длительное время сохраняться пигментация. На данном слайде пациентка через 3 месяца после выполненной изолированной облитерации малой подкожной вены без лечения притоков, как мы видим на видео, адгезив, в том числе в варикозных притоках, и слабо выраженная пигментация без тромботических масс по УЗИ в притоках вены. Гранулема. В нашем исследовании мы получили 3 эпизода гранулема. Все они были в области места пункции. Одна из них потребовала истечения в связи с длительным болевым синдромом. Две гранулемы. Воспалительные изменения регрессировались самостоятельно, и пациентам не потребовалось выполнение какого-либо вмешательства. Как мы видим на слайде УЗИ, небольшое количество адгезива находится в подкожной клетчатке, и никак пациента не беспокоит. Постепенно этот адгезив у нас с вами полностью уйдет. По распространению адгезива за сафинофеморальной или сафинопоплитальной осауте, конечно, это осложнение раннего послеоперационного периода. Но хочется сказать, что в течение года после данного развившегося осложнения у всех пациентов была сформирована достаточно четкая культя ствола большой подкожной вены, и весь адгезив был прикреплен либо к стенке большой подкожной вены, либо подвергся резорбции. И вот такой интересный клинический случай, который у нас произошел. Пациентка 43-х лет была прооперирована на двух ногах, выполнена клеевая облитерация большой подкожной вены. Через полгода у пациентки развились спонтанные пневмотораксы, их была серия. У пациентки была выполнена серия видеоторакоскопий, была забрана гистология плебры. И, конечно же, мы все притаились и думали, что сейчас мы увидим не только гранулемы инородного тела, сделав иммуногистохимию, получим какой-нибудь адгезив, какой-нибудь остаток клея. Но нет, ничего такого мы не получили. Через год после выполненной операции пневмотораксы спонтанно прекратились, ни с чем связать их не смогли. Что с этой пациенткой произошло, покажет, наверное, время и последующее наблюдение. Может быть, об этом на следующей нашей конференции я доложу более подробно. Что же касательно, в принципе, для наших пациентов, кому мы будем делать эту манипуляцию? В первую очередь, конечно, это лечение ствола малой подкожной вены. Не только потому, что это абсолютное отсутствие риска неврологических посложнений в послеоперационном периоде, но также и потому, что не было, по крайней мере, в нашей практике ни одного случая филибитоподобной реакции после пролеченного ствола малой подкожной вены. Это небольшой диаметр вены. Это нежелание пациента носить компрессионные чулки. И, конечно, это вероятное поле аллергии, в том числе на местные анестетики. Мы ориентируемся в настоящее время на единственный документ, о котором уже упомянул доктор Лени. Это документ австралийского общества филибологов, который я вам всем рекомендую к прочтению, если вы планируете заниматься нетермической клеевой облитерацией вены. Спасибо, доктор. Вопросы? Пожалуйста. Спасибо. Продолжаем. Следующий доклад у нас будет представлять Михаил Серич Богомолов. Даст оценку объективную трофическим язвам заживлению раневого процесса. Представители, глубоко уважаемые коллеги, тема сегодняшнего выступления вытекает из того вопроса, который на прошлой конференции задавал нашему коллеге, зарубежному, участнику одного из исследований по эффективности лечения трофических язв. И, в общем, тогда мы дискуссию не смогли начать. Но сегодня я хочу все-таки более подробно остановиться на этом вопросе. Дело в том, что мы руководствуемся в нашей практической работе клиническими рекомендациями, которые создаются на основании рандомизированных клинических исследований, мета-обзоров или опыта каких-то больших центров по сравнительному изучению тех или иных способов лечения. Что касается исследований, посвященных эффективности лечения трофических язв, то, в общем, эти методики, к сожалению, очень сложно признать объективными во всех случаях. Основные конечные точки, которые применяются при этих исследованиях, здесь представлены. В общем-то, их можно на две группы разглядеть. Либо по конечному результату, то есть по моменту заживления, либо по темпам заживления, которые выражаются либо в квадратных сантиметрах, либо в процентах к исходному размеру язвы. Но в многочисленных публикациях, которые на эту тему имеются, очень много претензий и сомнений выражается в отношении объективности этих методик. И это не напрасно. Но, во-первых, так навскидку, примерно в половине этих исследований вообще в критериях включения не указываются глубокие или поверхностные раны здесь анализировались. А это имеет принципиальное значение, потому что поверхностные раны, они заживают по своим механизмам. Что такое поверхностная рана? Это в пределах, собственно, дермы. Вот в английской литературе хорошо отличаются. Есть full sickness wounds, то есть на всю толщу кожи, доходящая до клетчатки, а есть, которые поверхностные, то есть в пределах, собственно, дермы. Так вот поверхностные раны заживают за счет островковой эпителизации, как мы видим. И здесь, в общем-то, один миллиметр надо всего воссоздать эпителия, эпидермиса после, при заживлении таких ран. Поэтому здесь не зависит скорость заживления ран от каких-то других критериев. Здесь только время. Вот здесь сравнительно сверху у нас ранка поверхностная, снизу глубокая, одного и того же пациента. Мы видим, что уже через 16 дней поверхностный дефект заэпитализировался, а глубокая только на 30 с небольшим процентом. Поэтому если в одну группу с ранения попадают и поверхностные, и глубокие раны, то в целом мы получаем среднюю температуру по больнице, когда считаем, как быстро они зажили. А если в исследовании не указан процент поверхностных ран или не оговорен этот момент, то мы получаем совершенно необъективные данные об эффективности того или иного метода. Часто в качестве сравнимости групп указывается, что примерно средняя площадь ран была одинаковой в группе сравнения и в контрольной группе. Так вот, для поверхностных ран площадь исходная не имеет значения. Раны любого размера, как здесь показано, заживают примерно в одни и террасроки. Потому что, еще раз, надо всего миллиметр эпидермиса воссоздать. А это примерно одно и то же время занимает. Поэтому это первый момент, на который надо обращать внимание, когда мы оцениваем результаты того или иного исследования. И только данные по лечению глубоких ран, то есть full sickness, вонс, они имеют какое-то объективное значение. Потому что здесь мы имеем два этапа. Первое. После очищения раны от инфекции, от инородных тканей, должно произойти воссоздание дефекта за счет заполнения его грануляционной тканью. И затем только за счет уже краевой эпидермисации, миграции эпителиоцитов с краев раны до ее центра. Вот здесь уже от времени, вернее, от дистанции, от размеров язвы будет зависеть время заживления, а также его темпы. Но не только от размеров раны зависит, от площади, но и от формы ее. Потому что, если рама вытянутая, то периметр, с которого идет эпителиоцития, будет больше. И вот те показатели, которые могут являться объективным, цифровым критерием, площадь раны или проценты, они уже от этого тоже могут зависеть и очень существенно. Вот здесь я постарался проиллюстрировать, как от формы раны будет зависеть. Если рана абсолютно округлая, то рана одной площади заживает в темпе, который указан для округа. Но если рана более-менее вытянутая, то процентное выражение увеличивается и квадратные сантиметры тоже для ран одной и той же площади. Поэтому наличие в группах сравнения средней и одинаковой площади еще не гарантирует, что мы получим объективное сравнение темпа в заживлении ран, так как форма имеет значение. А в исследовании стандартизировать форму невозможно, только если задать, что только круглые раны одного размера. Но такого в реальной жизни не бывает. Кроме того, и от исходного размера даже идеально круглых ран тоже будут зависеть два вот этих показателя, которые часто используются. Процентное заживление или абсолютная площадь в квадратных сантиметрах. Потому что раны небольшого размера в процентах будут достаточно быстро уменьшаться, хотя абсолютное уменьшение площади, верхний график, голубые, это маленькая рана, красные столбики, это большая рана. То есть в квадратных сантиметрах будут уступать раны небольшого размера. Но если брать в процентах, то будет совершенно противоположная ситуация. Маленькие раны в процентах относительно быстро будут уменьшаться, хотя площадь небольшая. А большие раны, они будут в процентном отношении им существенно уступать. Поэтому конечные результаты исследований, которые опираются на этих критериях, они ни о чем не говорят. Здесь показан анализ уже наших яс. Мы взяли яс от 1 до 40 сантиметров. Верхний график, они расположены в порядке возрастания их исходной площади. График средний показывает, как в процентах изменялись эти раны в течение времени. Мы видим, что преобладают, конечно, в процентах маленькие раны. Но если брать абсолютную площадь, то, соответственно, нижний график показывает, что в абсолютном выигрывают раны большого размера. Таким образом, у нас нет объективных каких-то параметров, которые позволяют реально сравнивать темпы заживления ран при разных методах лечения. Что использовать? В принципе, здесь очень простой подход и совершенно очевидный может быть использован. Ведь заживление раны идет за счет миграции петелиоцитов на поверхность грануляции. Поэтому нам надо просто научиться измерять скорость этой миграции. Каким образом это можно сделать? Если представить себе вот эту полоску, петелизировавшуюся за какое-то время в виде прямоугольника, то площадь прямоугольника мы можем определить, измеряя размер раны до и после, а длину периметра, если того, что он уменьшается или увеличивается, взять среднюю между двумя измерениями. И тогда мы можем, исходя из этого, вычислить высоту этого прямоугольника, то есть на какую дистанцию петели прошел за исследуемый промежуток времени. Эта методика была описана еще в 90-м году прошлого века доктором Гилманом. Формула кажется сложной, на самом деле технически сейчас это очень легко делается. Мы измеряем площадь в день 0, в день 28, как здесь показано, и вычитаем из площади в день 0, площадь дня 28, получаем, какова площадь эпителизации. Периметр то же самое, до и после, сложили, разделили, надо, получили средний периметр, разделили S на B и получили A. На какую дистанцию перешел, сместился эпителий за этот период времени. Разделим на 4 недели, получим скорость в неделю 1,1 мм. Если на дни разделим, получим 16 тысячных сантиметров в день. Вот и все. Это объективная цифра, которая, как показали наши расчеты, она не зависит от площади, исходной площади раны. Вот здесь 3 столбика, ранки меньше 3 см, от 3 до 10 см и больше 10 см. Мы видим, что и в процентах, и в абсолютных величинах совершенно разные цифры. Новые зеленые столбики показывающие скорость миграции эпителия, они все имеют один порядок. 0,011-0,014. Уран совершенно разной площади. То есть это объективный, универсальный метод измерения. Чем он еще хорош? Мы можем замерять скорость эпителизации в разные периоды заживления. Не секрет, что пока мы боремся с инфекцией, пока рано очищается, заживление минимально. Вот, пожалуйста, в первой фазе действительно очень небольшие цифры прибавки. За первые 28 дней уже другая цифра, а за весь период финально тоже цифры вполне сопоставимы. Поэтому эта методика, она позволяет совершенно однозначно измерять скорость заживления ран любого размера и оценивать даже в разные периоды, как хорошо действуют, допустим, препараты антибактериального ряда в первой фазе. Сравнили, как изменились горницы раны, насколько сместился эпителий, и это будет уже объективным доказательством того, какая методика здесь наиболее приемлема. Ну и кроме того, вот средние цифры, которые мы получили, скорость эпителизации, максимально это 0,2 мм в день, мы получаем, что можно прогнозировать, как быстро будут заживать раны разного размера, разного диаметра или разной площади. И мы видим, что раны диаметром 3 см за 75 дней это то, что при оптимальном лечении можно добиться. То есть это и для практических врачей хороший ориентир, как я лечу, насколько это совпадает с тем, что можно добиться используя оптимальные методы лечения. Так что я считаю, что вот эта методика, она вполне имеет право на существование. Сейчас все технические возможности, чтобы ее легко осуществлять, есть цифровые фотоаппараты, фотошоп и программы для автоматического расчета площади и периметра. Спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемые доктора. Вопросы? Спасибо. Спасибо большое. Наш следующий доклад Борск Денис Александрович, клиника экспертной флюбологии Вена клиника. Частые случаи и технические возможности эндовенозной лазерной облитерации. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, мой доклад будет сугубо практического характера. Отсутствует конфликт интересов. Если мы посмотрим в литературу, то в 2006-2009 годах, это данные по набору материала в этой статье, мы можем встретить, что только 60% пациентов им могли быть выполнены эндовенозная лазерная или радиочастотная облитерация. И если добавить склеротерапию, то только 73% пациентов получали мини-инвазивную помощь. Остальные пациенты оперировались открыто. Основными критериями неприменимости эндовенозных методик были большой или маленький диаметр вен, их извитость, наличие внутрипросветного тромба, близкое расположение вен к коже, то есть супрафасциальный характер, ну а также короткий сегмент дистальные соусти. Время шло, в 2011 году также часть из этих ограничений было перенесено в американские клинические рекомендации по лечению ХЗВ. И далее, соответственно, со времен, когда появились радиальные световоды, все изменилось. И что мы видим, все равно в 2012-2014 годах вот в этом документе согласительном часть из этих ограничений, основываясь на ту статью, которую я уже процитировал с 2006-2009 года, часть из этих ограничений также были вынесены как относительные противопоказания к эндовенозным термическим вмешательствам. Наша клиника обладает опытом порядка, на данный момент, 10 тысяч вмешательств. Это данные за март 2021 года, сейчас уже прошло еще время, здесь около 10 тысяч вмешательств. Так вот, мы ни разу не отказали пациенту в эндовенозном вмешательстве, исходя из клинической ситуации. Да, были тяжелые, соматически отягощенные пациенты, которых мы принимали решение оперировать в стационаре, но именно по техническим составляющим, по технической составляющей мы ни разу пациенту не отказали с тех пор. Начнем с крупного диаметра. Здесь я долго говорить не буду, представлен вот один слайд. Мы опубликовали наш тезис в европейском журнале о том, что в принципе более 300 случаев было, когда приустевой диаметр был более 2 сантиметров. И в принципе показали, что очень хорошие результаты. Всегда за приустевой аневризмой есть ствол стандартного размера, как правило, в подавляющем большинстве случаев. Поэтому та аневризма, которая в соусте, даже если она не закрылась с первого раза, она, как правило, потом тромбируется, редуцируется в течение времени. В общем-то происходит ее резорбция практически всегда. Поэтому бояться крупных вен не надо. Любой приустевой диаметр смело коагулируйте. Да, есть мультипроходная тактика, когда можно несколько раз пройти соустья, но в принципе даже без этой тактики оптимальные хорошие результаты со стандартными цифрами, то есть выше 98% облитерации вы получите, никаких сомнений в этом нет. Еще раз, так как вена ниже этой приустевой аневризмы, она как правило стандартного диаметра. Значит, что касается малого диаметра, ну как правило это может быть только проблемой для пункции, но если вы пунктируете вену в поперечном сечении, умеете пунктировать вену в поперечном сечении, то вы запунктируете вену любого диаметра. За последние годы у нас никогда не было ни одной проблемы с пункцией, потому что мы пунктируем вены в поперечном сечении. Да, многие здесь могут быть опытные коллеги говорить, мы вот в продольнике И, в общем-то, это будет правильный подход, когда сравнить две методики. В продольном сечении мы также пунктируем вены, но в основном при таком С-типе, когда супрафациальный участок выходит, и хочется запунктировать именно вместо его отхождения. Такое тоже бывает, но вот еще раз говорю, в поперечном сечении вы видите все стенки, как ни крути. С этим спорить невозможно. Значит, что касается короткого преусигулового сегмента. Да, сегодня существуют там слим-световоды, да, тонкие. В принципе, есть масса возможностей, можно обычным световодом все это сделать. Но если уж сильно короткий сегмент, можно сделать обычную мини-флебоктомию, оставить притоки и отсрочно их, вот как на данном случае, сделать склеротерапию. То есть бояться каких-то приустевых веток также не стоит. Сегодня мы знаем, как развивается рецидив, по какому принципу, и он совершенно далек от того, что у нас были представления, когда мы делали еще открытые операции. Язвитости бывают на разных уровнях, есть разные трюки для того, чтобы их пройти. В конце концов, всегда можно перепунктироваться выше-ниже, оставить проводник в конце концов в том месте, где хотите сделать следующую коагуляцию и потом завести туда, чтобы не открывать еще один интродюсер. Можно попробовать провести проводник, потом дилятор, выпрямить этот сегмент, вот как на данном слайде представлено. То есть масса есть технических трюков, но обычно мануальная компрессия помогает пройти в конце концов два раза запунктироваться. Тоже ничего в этом сложного нет. Уж это точно не ограничение. Дальше у меня идет большое количество слайдов с разными фотографиями извитостей. Но что я хочу сказать, вот когда мы говорим про приустевую извитость у малой подкожной вены, не надо забывать тот документ, вот как раз американские, наши клинические рекомендации, где говорится, что при открытой операции смело отступайте, не надо скелетизировать подколенную вену. Тут то же самое. Просто оставляем токсимент, который идет приустевой, и в принципе потом наблюдаем его редукцию в течение года. Главное, конечно, наблюдать пациентов, допустим, через год посмотреть такого пациента и посмотреть, как у него будет эта соустья извитое выглядеть. То же самое про перфоранты средней трети. Вот отдельная картинка. Здесь мы видим, что здесь, конечно, можно было бы его отдельно сделать эндовенозную лазерную коагуляцию, но мы, как правило, просто закрываем над ним большую подкожную вену, и никаких проблем далее мы с этим не встречаем. Практически. Конечно, бывают всегда какие-то случаи крайне редкие, но для нас они также не представляют никаких проблем, потому что все это можно устранить. Дальше бывают различные приустевые извитости, аневризмы и так далее. Уже у софенофеморального соустья, до этого был слайд с софенопоплетальным. В софенофеморальном соустье тоже бывают совершенно разные ситуации, но вот, как вы видите на последней картинке здесь, через длительное время мы всегда наблюдаем их редукцию и уменьшение всех этих, в общем-то, локальных эктазий приустевых. Различные варианты аномалий в плане отношений с артериями. Да, вот это самое популярное, самое частое. У нас была опубликована статья на этот счет об удачной эндовенозной лазерной коагуляции. Ну, на самом деле, по мере накопления опыта, главное, конечно, аккуратно манипулировать иглой, не травмировать артерию. Ну, а так это не представляет никаких сложностей. В крайнем случае всегда можно отступить соустья. Напомним, что, например, при клевой облитерации мы отступаем 3 см от соустья. Здесь все достаточно просто, всегда так же можно отступить от соустья чуть дальше. Еще различные варианты. Ну, в общем-то, у нас этих вариантов, картинок за нашу практику было очень много. Еще раз говорю, просто аккуратно манипулируем иглой. Вот здесь вы видите кольцо даже вокруг артерии, когда просто никак туда не подобраться, и световод оставляли выше, и потом эти бранши этого кольца также наблюдали их редукцию. Ну, в общем, много-много вариантов различной нетипичной анатомии. И вот как раз флебоктазии в зоне софенофеморального соустья также. Когда-то мы можем завести световод. Вот вы видите там в одной из картинок, зеленой стрелкой указано, световод заведен в вену эпигастрика, которая наблюдает все так же аризматическое расширение. В общем-то, все это коагулируем. Коагулируем то, что можем. Что не можем, не коагулируем, оставляем, наблюдаем в динамике. Вот эта картинка, сейчас тут будет крестик, да. То, что мы не делаем. Так, я уберу сейчас крестик. То, что иногда смотришь в социальных сетях, видишь, как несколько световодов. Ну, когда мы начинали, нам казалось это здорово, что это как-то модно, что ли. Но сейчас никогда подобного мы не сделаем. Не откроем два световода. Это для облитерации ПДПВ и большой подкожной вены. Что мы делаем? Всегда коагулируем сначала переднюю добавочную подкожную вену, потому что потом всегда легко в поперечном, опять-таки, сечении можно запунктировать большую подкожную вену ниже, да. То есть обычно коагулируем переднюю добавочную вену. И потом всегда в зоне соустия есть типичный угол впадения большой подкожной вены. Поэтому у нас не возникает трудности ее запунктировать ниже в области колена, провести световод к софенофеморальному соустию по стандартному углу, несмотря на тумисценцию. Как обычно мы всегда это делаем, после тумисценции уже там выставляем световод и сделать вторым этапом большую подкожную вену. Крайне редкие случаи, когда истинное ПВ ее деление, не ППВ и ПДПВ, а когда ППВ идет в одном фасциальном футляре двумя стволами, но тут масса вариантов. Главное, конечно, помнить, что после тумисценции доступа к второму стволу не будет. И если, допустим, вы хотите его скоагулировать, то надо запунктировать ранее. Если сделать склеротерапию, то можно отсрочно. Но, в общем, масса вариантов. Я думаю, здесь останавливаться не стоит. Но такие случаи тоже бывают, но крайне редко. Перфорантные вены, вот тут красные выделены, крайне редко. Крайне редко мы делаем только в тех случаях, когда не могут быть началом рефлюкса. Это бывает на голени практически никогда, только вот такой случай ибойдовского перфоранта. Ну и крайне редко в зоне трофики. Ну, в общем-то, если мы один случай в год делаем, то это уже, наверное, хорошо. В общем, практически этого не делаем. И посттромботические вены, сразу скажу, что практически всегда в Саусте есть не... Ну, в общем, интактный участок без тромботических наложений. Его всегда можно скоагулировать. И, в общем-то, ну, а дальше, что получится, то скоагулируйте. Что не получится, то можно засклерозировать. В принципе, также не представляет каких-то особых сложностей. Всегда что-то можно сделать. Единственный момент, если у вас есть несколько вен для коагуляции, надо делать посттромботическую в конце. Потому что причина карбонизации световода – это оставшаяся в просвете кровь. В таких венах полностью удалить кровь достаточно сложно. Поэтому, учитывая, что риск карбонизации световода очень высокий, подобную вену надо делать в конце, если у вас есть еще другие вены, интактные. Ну и вены джиакамини. Сегодня существует большая-большая дискуссия насчет того, что нужно ли ее коагулировать при антроградном рефлюксе. Когда рефлюкс начинается с фенопоплетального соустия, дальше идет вверх, и потом идет по большой подкожной вене ретроградной. То есть делается такая петля. Дискуссия есть, но, в принципе, мы коагулировали эти вены много раз. Джека Мини с антроградным рефлюксом, учитывая отсутствие данных о том, что это делать категорически не стоит. Ну, в общем-то, результат тоже нормальный. В общем, никаких проблем нет. Единственное, конечно, с укладкой больного, что тут надо класть его на бок. При наличии аллергических реакций на лидокаин у нас опубликована статья. 40 случаев о том, что спокойно используем холодный физраствор и никаких проблем. Лазерные коагуляции, в общем-то, происходят без каких-то болевых ощущений. Все больные ответили, что повторили бы процедуру в случае необходимости. Супрафасциальные вены. Да, флебид, пигментация, это все возможно. Также кожные втяжения. Здесь вы видите наши данные, цифры этих осложнений. Поэтому тут просто надо понимать, кто стоит перед вами. В данном случае в центре картинки парень, у него постинъекционная наркомания была и так далее. У него такая пигментация, для него это абсолютно не страшно, она редуцируется. Но для молодой девушки, конечно, там нужно держать в голове эти осложнения и обо всем предупреждать, обговаривать и знать, что такое возможно. И, в общем-то, эти риски как-то оправдывать. Ну и также кожные втяжения крайне редкие, особенно которые остаются стойкие. Как правило, они сами регрессируют. Их можно корректировать методом липографтинга, допустим. Но мы ни разу этого не делали, потому что, в общем-то, также более пожилых пациентов, как правило, развиваются. Ну, в общем, надо знать, что такие риски есть, хоть и редки, но для некоторых пациентов их последствия могут быть катастрофичны в плане именно эстетики. Поэтому всегда можно сделать пин-стриппинг, если вы хотите эллиминиев лебоктомию. Крайне редко мы делаем пин-стриппинг, но тоже можно. Супрафасциального сегмента. Ну и не забываем, что это отдельная тема у меня доклада. У нас есть критерии персонализации. Мы очень подробно занимаемся этой тактикой, кому оставлять притоки или кому нет. Но я думаю, каждый из вас здесь, сидя, зная, что у такого пациента будет такой результат только после изолированной ВЛК, никто бы не стал сразу удалять притоки. Наша сегодняшняя задача – выявить этих пациентов и подбирать эту тактику более оправданно. Но, тем не менее, она имеет место быть, и вы видите, что, еще раз говорю, в данном случае все бы, если знали наперед, знали бы прикуп, жили бы в Сочи. Понятно, что важны условия ВЛК. У нас в клинике так все организовано, в принципе, все удобно, все под рукой. Помпа, вытягиватель, все это должно быть. Обязательно радиальные световоды. Ну, в общем-то, это, конечно, важно создать себе условия. И последний слайд – выводы. То есть сегодня, благодаря накопленному опыту, благодаря, в общем-то, ну, практически отсутствуют какие-то лимитации, ограничения для эндовенозных вмешательств. Большой или малый диаметр вен, извитость, посттромботические наложения, супрафасциальная локация, короткий сегмент дистальной соустия – все это не показания к открытой хирургии. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Денис Александрович. Один маленький, короткий вопрос. При приустивых расширениях вены больше 2 см не было ли увеличения количества термоиндуцированных тромбозов? Спасибо. При вмешательных на крупных венах? А вот в самом начале доклада вы представляли свой опыт о лечении вен с приустивым расширением больше 2 см. В том числе, скажем так, обструкции не подвергались с помощью последующего тромбоза. Вот этот тромбоз не продолжался ли за сафинофемеральной соусти? А, понятно, спасибо. Такие случаи бывают, термоиндуцированных тромбозов. Мы смотрим, ну или там продолженных тромбозов. Мы всегда смотрим пациентов в динамике. Если какая-то извитость, мы смотрим на следующий день и через неделю. Далее через месяц. В принципе, случаи были, но на большой, это как бы в процентном соотношении крайне редкие. Поэтому, в общем, назначаем антикоагулянты, ревороксабан, если быть точным. Ну и, в общем-то, каких-то глобальных случаев эмболии в этом плане не было. Спасибо большое, Денис Александрович. Потрясающий опыт, потрясающий деклад. Можно один вопрос? Денис Александрович, с учетом вашего богатого практического опыта, скажите, пожалуйста, а вот в случае посттромботической болезни, если у пациента и варикозный синдром есть сброс, рефлюкс, посттромботическая болезнь, какова ваша тактика? Вопрос не совсем корректный, не совсем понял. То есть посттромботически глубоких венах? Да, да. Если есть глубоких венах, вот, кстати, всем рекомендую наш журнал, флебология сегодня, мы это написали, перевод европейских клинических рекомендаций. Если у вас есть рефлюкс в двух системах, вас ничего не останавливает устранить рефлюкс в поверхностной системе. Если у вас есть окклюзия в глубокой системе, обструкция, то тогда уже тут надо более индивидуальный подход смотреть, когда мы можем притоки вены убрать или нет. Но если у вас рефлюкс в обеих системах, вы смело можете убрать поверхностные вены. Это сегодня написано в клинических рекомендациях европейских 2022 года. Спасибо. С обоснованием. Спасибо за прекрасный доклад. Скажите, пожалуйста, температура физраствора, насколько должен быть охлажденный? Мы в стандартной практике используем обычный физраствор с лидокаином, раствор кляйном, но без адреналина. Если вы делаете без адреналина, без лидокаина, то есть охлажденный физраствор, он просто кладется в холодильник, получается температура его плюс 3, плюс 6 градусов. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Спасибо, Александр Александрович, за ваше важное и более чем экспертное мнение. Ну и завершающий доклад нашей секции. Сравнительный анализ характера послеоперационных рецидивов в системе большой подкожной вены, стриппенки, эндовазальная термооблитерация. Докладчик Матвеева Марина Александровна, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, позвольте представить вам наш доклад, название которого вы видите на слайде. Конфликта интересов нет. В последние годы вопросу о рецидивах варикозной болезни после эндовазальных термоаблиционных вмешательств уделяется большое внимание. Это доказывает электронная база подмет, которая регистрирует существенное нарастание публикаций по этой теме в течение последних 20 лет. В последние десятилетия в основном проводятся сравнительные исследования и выполняются метаанализы. В новом Кохрановском обзоре обобщены 24 РКИ. Это более 51 тысячи пациентов. Авторы не обнаружили разницы в чистоте рецидивов после эндовазальных вмешательств при относительно большей надежности РЧО и считают, что в будущем усилия должны быть направлены на стандартизацию терминологии, показателей и результатов. Для единства подхода и анализа результатов предложена новая классификация рецидивов, которая отражает рецидив после любого вмешательства. Она подразумевает такое деление рецидивы, связанные с тактической ошибкой, с технической ошибкой, рецидивы, связанные с прогрессированием заболевания, с неоваскулиризацией и рецидивы, связанные с реканализацией. Цель нашего исследования – провести сравнительный анализ характера рецидивирования варикозной болезни после проведения эндовазальных термоаблиционных вмешательств и стриппингов в бассейне большой подкожной вены. В нами был проведен ретроспективный анализ медицинской документации двух флебологических центров города за последние 8 лет, период исследования 2020-2013 год. Методом систематической выборки была сформирована группа из 566 пациентов с рецидивами. Из них 78% – женщины в среднем возрасте 55 лет и 22% – мужчины в среднем возрасте 53 года. Всем пациентам во время первого вмешательства был ликвидирован ревлюкс по стволу большой подкожной вены в пределах бедра. У 76% выполнялись смешательства на перфорансных венах голени. Для выполнения ЭВЛК использовались аппараты Азор и ЛАМИ с длиной волной 1470 нанометров, световоды торцевые и радиальные, количество операций – 1671, рецидивов – 159, процент рецидивов – 9,5. Для выполнения РЧО использовался генератор НЮС, катетер Клоджи-Паст, количество операций – 1979, рецидивов – 112, процент рецидивов – 5,6. Общий процент рецидивов после эндовазальных термоаблиционных вмешательств составил 74%. В нами было проанализировано 295 случаев рецидивов после флебектомии, при этом на сегодня, к сожалению, процент рецидивов мы указать не можем, так как большинство пациентов были впервые оперированы вне наших центров. В настоящее время этот материал прорабатывается. Первым этапом исследования стало обобщение характера рецидивов после эндовазальных вмешательств. Пациенты разделены на две группы рецидивов, после ЭВЛК – 159 человек и РЧО – 112 человек. Выяснилось, что преобладающий процент рецидивов приходится на новые перетоки и новые перфорантные вены в зоне абляции. В группе ЭВЛК – это 56%, в группе РЧО – 69%. Рецидивы вне зоны абляции составили в группе ЭВЛК – 26% и 29%, соответственно. Несостоятельность малой подкожной вены была зарегистрирована в 12% в обеих группах. Средний срок обращения пациентов за повторной хирургической помощью составил 4,7 лет. Вторым этапом исследования стало сравнение характера рецидива после флебектомии и после эндовазальных термоабляционных вмешательств. Здесь также, как и на предыдущем слайде, мы видим, что основной процент рецидивов связан с зоной абляции и зоной стриппинга, что составило в группе флебектомии 77%, в группе эндовенозных термоабляционных вмешательств – 66%. Обращают на себя внимание, что в группе флебектомии в сравнении со второй группой процент рецидивов связан с новыми перетоками в 2 раза выше – 57% и 28% соответственно. Рецидивы вне зоны абляции после флебектомии составили 9%, после эндовенозных термоабляционных вмешательств – 28% и несостоятельность малой подхожной вены практически сравнима – 10-11%. Средний срок обращения за повторной хирургической помощью после флебектомии составил 12,3 года, что в 3 раза длиннее срока обращения после эндовенозных термоабляционных вмешательств. Отдельно проанализирован процент технических и тактических ошибок, он был незначительный. После эндовенозных термоабляционных вмешательств он составил 1,4%, после флебектомии – 1,6%. Наши выводы. Независимо от вида хирургического вмешательства, варикозная болезнь нижних конечностей в системе большой подкожной вены рецидивирует в сроки от 4 до 15 лет. Рецидивы после эндовенозных термоабляционных вмешательств, так же, как и после выполнения флебектомии, в большей части случаев связаны с появлением новых перетоков и новых перфоратных вен на бедре. Однако в группе флебектомии удельный вес новых перетоков на бедре в 2 раза выше, чем в группе эндовенозных термоабляционных вмешательств. И в рамках данного исследования изменение класса ХЗВ при рецидивах не выявлено. Спасибо большое, Марина Александровна. Спасибо. Марина Александровна, короткий вопрос. Количество рецидивов такое большое. Сами Вы с чем можете связать на термических облитерациях? Это был этап, скажем так, обкатки этих методик? Большое количество реканализаций как причины рецидива в Вашем докладе при термических вмешательствах, в том числе при РЧА у Вас очень большой процент реканализации. Сами Вы с чем можете связать? Это малый опыт, это начало выполнения этих методик? Большой процент рецидивов после термических облитераций? Да, 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 как вследствие реканализации именно стволов. Большое количество реканализаций как вследствие большое количество рецидивов. У Вас примерно так. Да, я поняла. Да, это сообщение является стартовым, но сегодня мы прорабатываем эти варианты тоже, да. Это требует изучения более, больше группы пациентов. То есть надо смотреть, будем дальше смотреть этот вопрос, изучать. Спасибо большое, Мария Александровна. Вопросы доктора? Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, я в качестве завершения хотел бы вот чуть-чуть взять Вашего времени, минутку. В докладе Алексея Надвикова, может быть, не прозвучало столь вот актуально и однозначно, но мне хотелось бы отметить, что если Елена Леонидовна одна из первых у нас в России начала применять клееве на СИАЛ, то с Алексеем Надвиковым мы практически с 2018 года двигались одновременно параллельными путями по внедрению, разработке, экспериментальной работе, клиническим данным по использованию отечественной клеевой композиции. И, в принципе, на сегодняшний вопрос мы доказали, что наш клей не хуже, что он дешевле, что его можно использовать. И вот все-таки в связи с этим у меня к Шеренбеку один вопрос. Быть может, тысяча второй случай будет все-таки использован отечественный клей или Вам что-то мешает? Александр Борисович, очень заманчиво. Мы готовы хоть дальше поработать и отечественным клеем. Единственное, конечно, есть вопросы по системе доставки. И, конечно, вместе с Еленой Леонидовной мы могли бы еще и сравнительные анализы провести отечественного с американским клеем. Мы всегда за отечественным производителем. Спасибо. Вы извините, что я Вас поднял с места, но мне хотелось сказать, что, конечно, в отношении отечественного клея, я думаю, Вы со мной согласитесь, отсутствуют некоторые важные регламентирующие документы. Да, он разрешен к использованию с медицинскими целями. Да, в Новосибирске провели уникальные большие исследования в различных областях хирургии. Да, институт Мишалкина нас поддержал и дал свою экспертную оценку всему этому. Но все-таки, видимо, для практикующих врачей нужно решение какое-то консолидирующее в виде консенсуса, я не знаю, да? В виде все-таки рекомендаций каких-то. И вот Ваша небольшая, в принципе, ну, так скажем, монография по рекомендациям, конечно, что-то аналогичное должно быть и в отношении российского клея. Но, к сожалению, мы идем, понимаете, с одной стороны проторенным путем и с другой стороны наступая на грабли. Потому что, в принципе, от производителей клея мы не брали ни спонсорской помощи, ни каких-то грантов. Все это было на нашем энтузиазме. И у меня создается такое впечатление, что пройдет еще год, напишем мы с Алексеем по одной статье. Слава Богу, он защитит диссертацию, и на этом с отечественным клеем будет поставлена точка и забыта эта идея в очередной раз навсегда. Призываю к созданию отечественного клеевого клуба во главе с Еленой Леонидовной. Еще раз. Призываю к созданию отечественного клеевого клуба во главе с Еленой Леонидовой Мурзиновой. Все, спасибо. Можно вопрос прокомментировать? Александр Борисович, вот наша клиника занимается эндоваскулярной хирургией. И мы решили, увидели в клее такую точку приложения эндоваскулярной хирургии. И мы стали этим заниматься. И мы одновременно начали заниматься и виносилом, и сульфакрилатом. Я могу сказать на собственном опыте, что гораздо технически проще сделать виносилом. Там методология проработана, и у них хорошая клиническая поддержка. С сульфакрилатом сложнее начать. Значительно сложнее. Нету клинической поддержки. Не прописано, как это все делается. Если это будет, конечно, мы будем использовать сульфакрилат, потому что он дешевле. То есть вот эта сама система, они разработаны на сегодняшний день. Да, именно я вот об этом и говорю, и заостряю на этом внимание. Потому что делаем мы, ну да, это статус экспериментально-клинических исследований, но мы делаем это с оглядкой и на соседней клиники. И мы прекрасно с вами понимаем степень ответственности всех наших инвазивных манипуляций, тем более, в общем-то, с новым медицинским препаратом. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за такую приятную, теплую секцию. Мы всех ждем в 15 часов. У нас будут очень интересные доклады, международные доклады. А сейчас всем приятного чая. Спасибо.